Всем привет! В рамках постепенного переписания библиотеки под 22 архитект был написан новый элемент перемычки, который позволяет как размещать себя непосредственно поверх уже существующих проемов окон дверей, которые были расставлены ранее, так и быть вызываемым из моих окон дверей для автоматического подбора по размеру проема и толщине стены. У объекта есть возможность задать 4 типа размера с зазорами между каждым. Для каждого типа размера доступен выбор типа профиля. Есть сборные перемычки, которые в свою очередь подразделяются на брусковые и фибробетонные. Есть монолитные перемычки, армирование при этом спецификации пока что не выводится, так как у нас они разрабатываются конструкторами. Но выводится маркировка элемента и его типоразмер для выдачи задания. Также есть возможность выбрать рядовую перемычку и задать армирование для нее. Есть несколько типов уголков, в том числе спарренный. И есть возможность задания сложного профиля, который в свою очередь можно начертить через менеджер профилей. Сейчас рассмотрим самостоятельное применение нового объекта поверх уже существующего окна. Перед началом расстановки перемычек заходим в параметры модельного вида. И в свитке параметры перемычка и обрамлений включаем отображение перемычек как в 3D условные элементы, так и в 3D в виде тела. Затем выбираем инструмент объект. В папке проема перемычки выбираем объект перемычки. Нам с вами потребуется здесь два типа. Уголок для облицовочного слоя и сборные перемычки для несущего слоя. Включаем для сборных ограничения по ширине 120 мм, к примеру. Размещаем таким образом, чтобы центр проема совпадал с центром объекта. И задаем ширину проема с помощью горячих точек. Дальше переходим в разрез. Это наша перемычка. Совмещаем низ перемычки с верхом проема. Затем настраиваем отступы. Выбираем количество этих брусковых перемычек. Также включаем отоподборку. И задаем зазор между элементами. В данном случае зазоры между типами элементов сделаны с помощью материала, который выбран в параметрах объекта. Чтобы он не показывался, этот зазор, нам достаточно в качестве материала заполнения выбрать любой материал с приоритетом нулевым. Все. Наша перемычка готова. Теперь можно ее копировать на другие окна. При этом при изменении ширины проема сборная перемычки будет переподобрана. А для уголка переопределена длина на основании параметров минимального опирания, которые заданы в перемычке. В случае, если перемычка не сможет подобрать типоразмер сборной перемычки под ширину проема, настройки пера изменятся и она покраснеет. Когда мы размещаем объект перемычки отдельно от окна, то нам приходится отлавливать все изменения габаритов и высоты проема и перемещать соответственно перемычку. Поменяли конструкцию стены, изменив толщину утеплителя, например, опять-таки меняем конфигурацию перемычка. Чтобы этого всего избежать, можно использовать вызов перемычки из окна, из любого проема, из моей библиотеки. Здесь есть вкладка перемычки в параметрах окна. Видимо, точно так же можем задать количество типов и отступов. Лучше всего это посмотреть на разрезе. Итак, вот у нас окно многослойной конструкции. Сборная перемычка у нас будет привязана ко второму слою. Уголок будет привязан к шестому слою. Между уголком и сборной перемычки находятся два слоя, засыпка песком и минеральная вата. Это соответственно номера 4 и 5. Заходим в параметры окна, включаем типы. Дополнительно добавляем между первым и вторым типом пустой тип, у которого мы не задаем тип профиля. И начинаем от номеров слоев. Для отступок начала стены мы вводим любое число, которое превышает количество слоев стены, например, 10. Уголок мы привязываем к шестому слою. Дальше у нас идёт два зазора, 5 и 4. И количество элементов сборной перемычки по толщине мы подбираем по второму слою. Осталось задать смещение по вертикали. Всё, перемычка готова. Такой способ построения позволяет автоматически отлавливать изменение толщины утеплителя, либо габариты окна. Ну, габариты окна это понятно, он будет просто перемещаться вверх-вниз и изменять тип подобранного элемента при изменении ширины окна. А при изменении толщины утеплителя, например, нам достаточно только ещё раз запустить скрипт параметров. Это делается либо с помощью открывания параметров окна и после нажатия окна, либо с помощью отдельного меню выполнить скрипт параметров размещенных на речных элементах. При этом саму перемычку в настройке нам лестними нужно. Всё это будет делаться автоматически. Также мы можем к одному снесущему слою привязывать два типа перемычек. Например, если это у нас несущая стена и здесь нам нужен элемент несущий побольше, а остаток мы хотим добрать в какие-то перемычки с заданными параметрами, мы можем добавить ещё один тип сборный, привязать его к тому же номеру слоя. При этом автоматически уменьшится количество предыдущих перемычек. Ставим автоподбор по ширине и может задать, например, вот таким вот образом. При этом также при изменении толщины несущего слоя произойдёт переподбор количества элементов. После того, как мы настроили перемычку для данного типа многослойной стены, мы можем передать параметры именно непосредственной перемычки другому окну проёму для двери. Для этого нам необходимо скопировать строку конфигурации уже настроенного окна, выбрать окна и двери, расположенные в той же многослойной конструкции, включить типы и вставить строку конфигурации. В итоге применяются те же ограничения, что были настроены у изначального окна, но произведётся автоподбор сборных перемычек по размеру проёма. Также помимо элементов сборных перемычек куколков, монолитных рядовых, можно использовать пользовательские элементы, которые были отрисованы через менеджер профилей. Для этого необходимо выбрать тип сложный профиль, выбрать профиль, который был ранее отрисован, задать погонный вес для ВВД спецификацию, задать имя профиля, также для ВВД спецификации, и при необходимости отзеркалить его или сдвинуть. Лучше это делать всё на разрезе. При этом те компоненты, которые были определены в менеджере профилей, как элемент отделки, будут скрыты в ведомости перемычек. Итак, после того, как у нас настроены все перемычки, нам необходимо сделать спецификацию, разбить перемычки по маркам, задать позиции элементам. Это можно сделать двумя способами. Я пока нашёл только два. Либо вручную по интерактивному каталогу пронумеровать их, марки и позиции элементов, либо воспользоваться моим любимым Excel. Я, к сожалению, не нашёл способа работы с формулами, поскольку формулы не поддерживают обработку BDL-параметров. Возможно, в следующих версиях с появлением питона или улучшением работы формул станет возможным отказаться от Excel. Но я пока такое возможности не увидел. Чтобы вывести это всё в Excel, нам необходимо настроить организатор. Делается это очень просто. Нам нужно перейти в карту видов. Перетащить в карту видов спецификацию. Назвать её как-нибудь попонятнее. Пускай это будет заполнение. И затем этот вид сохранить в набор издателя. Набор издателя настроен таким образом, что вывод его осуществляется в папку со спецификацией. То есть все файлы, которые мы сейчас будем выводить, попадут в папку импорт. Блю лишнюю. Выбираем нашу спецификацию и публикуем. После публикации файла открываем папку с Excel. Запускаем Excel. Переходим во вкладку вид. Макросы. Это книга Start. Заходим на вкладку спецификации. Выбираем файл, который мы создали. Для примера я включу поэтажную спецификацию. И выбираем окна двери. Он говорит нам, что сохранил файл с марками. И выводят две спецификации. Это спецификация заполнений и спецификация элементов перемычек. Нумерацию мы будем производить прямо здесь. После того, как мы их пронумеровали, делаем экспорт PDF. Помимо того, что эта спецификация сохраняется в PDF формате для непосредственной вставки на лист, он также сохраняет информацию о позиции элементов. С Excel закончено. Теперь мы переходим на интерактивный каталог сброс марк и позиций. Открываем параметры модельного вида. И на вкладке параметры перемычек и обрамлений у нас есть несколько пунктов. Загрузить марки и загрузить позиции. Сначала загружаем марки, хотя последовательность, в общем-то, не важна. Нам нужно открыть папку лист и подгрузить вот эти два файла. Подгрузили марки. Он написал, сколько прочитал марок, дату и поставил птичку поменять марки. Подгрузили позиции. Позиции подгружены. Все галочки стоят. Окей. И выполняем сброс марка позиций. При этом, те марки, которые уже были определены в арскаде, сбросятся и прочитаются из нового файла. Проверить результат можно, например, зайдя на интерактивный каталог с ведомостью перемычек. Наши перемычки разбились. Мы можем управлять отображением информации о ведомости перемычек. Здесь у меня выводится тип профиля. Также мы можем вывести позицию перемычки. Для этого в параметрах модельного вида информацию о ведомости вставим позицию элемента и заново переходим на ведомость перемычек. Настраиваем масштаб. Все. Ведомость перемычек готова. Ведомость перемычек есть. Спецификация элементов перемычек у нас есть в формате PDF. Это все мы можем загружать на лист. Для маркировки перемычек на плане лучше всего создать отдельный параметр модельного вида. У меня он называется. У меня в принципе два. Один для вывода непосредственно на лист с густовским надобозначением. То есть марка это одна линия и все черным цветом. И для проверки правильности разбивки вот в таком виде это выглядит. Маркировка перемычек выполняется маркером окна и двери, у которого есть такое свойство при изменении неполного показа конструкции он меняет информацию, выводимую на план. То есть если я ставлю режим без отделки, он соответственно переключается в другой режим. В параметрах окна и двери мы можем настроить, какие данные у него будут выводиться, в каком режиме. Соответственно, если у нас сейчас стоит режим без отделки, мы выводим наименование отверстия, то есть номер отверстия, изведомость отверстий и марку перемычки. Данная перемычка также хорошо работает в проемах для пропуска коммуникации. Несмотря на то, что в 23 маркаде появился новый инструмент, который позволяет расставлять эти проемы в полуавтоматических местах нахождения коллизий, но этот новый инструмент не позволяет выполнять расчеты над размерами этого элемента. То есть, как и в случае с лестницами и ограждениями, вы не сможете написать GDL-объект, который на основании геометрических данных, передаваемых архивкадом, делает вычисления по материалу, по раскладке, допустим, арматуры для проема, для применения перемычки. Если применять такой элемент, который является простым проемом, то все это сделать можно. То есть, проемы перемычки, проемы в стене, по сути, это обычное окно без заполнения, у которого есть дополнительные параметры. Вы можете задать назначение этого проема, задать, отобрать маркировку отверстия, то есть, отображать сплошную штрифовку. Сейчас я отключу показ перемычка или дело. И цвет, соответственно, меняется в зависимости от назначения отверстия. В принципе, это можно было сделать для стандартного инструмента, это строительство с помощью графической замены. Ну, тут это делается. Также мы можем скрывать только отверстия, либо только отверстия заданного размера. То есть, если отверстия у нас меньше определенного, допустим, для стадии игры, то можно их скрыть. Можно вообще, в принципе, все скрыть отверстия раз. На этом у меня все. Всем спасибо, что посмотрели. Если есть какие-то идеи по поводу реализации данного способа без помощи Excel, то буду вас в комментариях. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...